Вы знаете, что у нас в Хабаровском крае, как и во всей стране, реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». И как бы критически наши зрители к этому не относились, объективные показатели говорят о том, что в крае очень хорошо реализуется эта программа. И нашего губернатора наградили на транспортном форуме, который был посвящен в том числе реализации этого проекта. И у нас сегодня в гостях один из людей, который ведет этот проект в крае, Сергей Зюбар, первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте поговорим о самом проекте, как долго он вообще действует. Это ведь уже далеко не первый год, это года с 13-го, если не ошибаюсь. С 2019 года. По поручениям президента Владимира Владимировича Путина реализуется национальный проект, так и называется «Безопасные и качественные дороги». И вот начало реализации с 2019 года по 2024 год. То есть основная цель – это приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций, это город Хабаровск, ну, в частности, про Хабаровский край, Комсомольск на Амуре и Хабаровский муниципальный район в нормативное состояние 85%. Ну, и также здесь решается вопрос по устранению перегрузки дорожной сети и повышению уровня качества, то, о чем вы сейчас сказали. Ну, я понимаю, что люди, в принципе, замечают, как правило, плохое, да, но есть объективные показатели, что за это время ситуация с дорогами, в том числе в Хабаровске, стала значительно лучше, да? Ну, мы это обсуждали, но в том числе вот ограждение вдоль дорог на опасных местах – это же все в рамках этого проекта? Да, и ограждение, и автобусные остановки, и тротуарные дорожки, и установка светофоров, и знаков, ну, и, конечно, само асфальтное покрытие. То есть, если мы говорим с 2019 года по 2022 год, про этот год я отдельно хочу рассказать, у нас было отремонтировано больше 600 километров дорог, и в целом общая сумма финансирования составила больше 12 миллиардов рублей. То есть, достаточно такая приличная цифра. Если мы говорим про 2023 год по Хабаровскому краю, то выделено средств в чуть больше 2 миллиардов рублей, и отремонтировано больше 100 объектов. То есть, это 80 километров дорожной сети. Пример тому улица Тихоокеанская, которая в течение двух лет привели в хорошее нормативное состояние. Ну, еще приводят. Тихоокеанскую уже завершили до улицы Трехгорная. От улицы Шелеста до улицы Трехгорной. Но, вы знаете, в Тихоокеанской, ладно, вопросов нет. Действительно, она очень неплохая. Есть вопросы к проспекту, к тому же. Я понимаю, что он может и не восстанавливаться в рамках этого проекта. Там ведь тоже действительно есть муниципальные бюджеты, краевые бюджеты, дальше что-то идет с федерального бюджета. Вот здесь как-то, как вот это взаимодействие идет, чтобы как можно больше дорог получилось отремонтировать? Ну, в среднем в Хабаровске ремонтируется 30 километров дорог. В Комсомольске и на Муре тоже та же самая цифра. То есть 34 километра было отремонтировано. Здесь идет финансирование из федерального бюджета и из краевого бюджета. Все это совместно объединяется и выделяется деньги для ремонта на соответствующие агломерации. Если вы говорите по проспекту 6 лет октября, то по информации от Министерства транспорта и дорожного хозяйства эти дороги начнут ремонтироваться с 2025 года. То есть с 2024 годом не ограничивается завершение работ по реализации проекта безопасной и качественной дороги. Правительство Российской Федерации приняло решение продлить до 2030 года. Единственное дополнение, что туда еще добавились малые агломерации, и малые города, где население свыше 20 тысяч человек. Это у нас добавился Амурск и Советская Гавань. Хотя по России этот показатель 50 тысяч, но для Дальнего Востока он снижен до 20 тысяч. Вы знаете, что меня еще интересует? Безусловно, проект прекрасный. Он федеральный, видно, как появляются новые дороги. Но бывает и так, что взять улицу Оборонную, которая была отремонтирована, гордо висел знак, отремонтирован в рамках проекта безопасной и качественной дороги, но потом там все пошло волнами. И вот здесь, соответственно, как депутаты контролируют соблюдение этого проекта, и в частности, качество соблюдения этого проекта. Ну, здесь несколько форматов у нас. Один из форматов – это расходование бюджетных средств, чтобы на эту дорогу были средства выделены в полном объеме. Это через контрольную счетную палату. Вот в том числе, почему Хабаровский край стал лучшим и наградил Хуснулин, зампред правительства, это то, что у нас 100% выполнение контрактов. Дальше. Это рассмотрение на заседания профильных комитетов вопросов о ходе реализации программы, где мы четко, министр транспорта нам докладывает, какие есть показатели, какие есть успехи, какие есть проблемы. И мы детально рассматриваем там вплоть до каждой дороги. И третья составляющая – это парламентский контроль. Когда депутаты могут выезжать, контролировать и проверять. Но немаловажно, что депутаты в том числе и принимают участие в приемке этих дорог вместе с общественностью. В частности, я в городе Комсомольске неоднократно выезжал на приемку дорог. Мы смотрели, как асфальтное покрытие, установлены дорожные знаки, светофоры, тротуарные дороги. А браковать приходилось? Замечания. Мы высказывали замечания, на которые подрядчик их фиксировал и, соответственно, устранял. Но здесь еще один есть в контрактах обязательство у подрядчиков – это пятилетняя гарантия, которая, ну, скажем так, если мы говорим с 2019 года, к 2024 году, те, которые дороги начали делать в 2019 году, эти гарантийные обязательства будут подходить. И по информации Минтранса данные дороги будут регулярно диагностироваться и смотреться, чтобы все-таки качество и уровень выполненных работ продолжал радовать глаз наших людей и их автомобилей. Можно успокоить наших зрителей, которые очень часто нам присылают видео, снимут табличку «Безопасные и качественные дороги». А вот, смотрите, там яма. Часто бывает так, что просто они снимают один участок, отремонтировали другой участок. Но все-таки, если оказывается, что подрядчик что-то сделал плохо, можно успокоить, что он это переделывает. Обязательно. Обязательно. Это гарантийное обязательство. Есть и претензионные случаи, и в судебном порядке. Все это дело будет, соответственно, возмещаться. Ну и подрядчик сам заинтересован восстановить, если вдруг такие претензии появились, восстановить дорогу, чтобы не попасть в стоп-лист, в черный список подрядчика, который просто не будет больше выполнять. Больше заинтересованно получить в будущем и контракт. А если сделано плохо, то он попадает в этот черный список. Давайте тогда по-другому посмотрим. Если говорить о процедуре, например, не устраивает где-то улица, которая была отремонтирована в этом проекте, соответственно, можно ведь обратиться к своему депутату, чтобы в дальнейшем как раз-таки он занялся вопросом, чтобы запустить все-таки механизм рассмотрения гарантийного ремонта. Да, почему нет? Депутаты проводят и приемы граждан, и общаются с избирателями. И вот, кстати, совсем недавно в Комсомольске на прошлой неделе я встречался с жителями, с избирателями, и спросил, какая удовлетворенность дорог. Они все отмечают, что удовлетворенность дорог очень высокая. На самом деле, с 2019 года, когда нормативное состояние было ниже 50, и сейчас, конечно, удовлетворенность повысилась. Но и тем самым, конечно, при этих встречах не обращают на проблемные участки, где мы фиксируем. Но здесь депутаты выстраивают взаимодействие с органами местного самоуправления, в частности с администрацией, сигнализируют о том или ином участке, ну а дальше уже администрация города это берет в работу. Потому что, конечно же, дорог очень много, сеть достаточно большая, и здесь есть планирование, бюджетное планирование, которое должно применять и администрация города, и Минтранс, ну и мы, когда при формировании и утверждении бюджета, чтобы это также закладывали. Ну и самое главное, все хотят, чтобы рядом с их домом отремонтировали как можно скорее. В следующем году уже можно сказать, что будут ремонтироваться по этому правилу? Да, значит, я хочу сказать, что количество суммы средств выделено аналогичное, то есть у нас идет 2 миллиарда, выделено больше 2 миллиардов, это на Хабаровск, на Комсомольск и на Хабаровский район, и плюс у нас дополнительно идут работы по региональным дорогам. В этом году в 2023 сумма составила 2,6 миллиардов рублей, то есть это там, в том числе и дороги, которые делались, вот у нас Завета Ильича, Монгох, Комсомольск на море Чикдамын, там 39 моста отремонтированы, и дальше эта программа будет, соответственно, продолжать. Основная задача к 2024 году привести в нормативное состояние 85% дорог. Ну, я хочу сказать, что вы можете, если видите, что безопасные и качественные дороги окажутся недостаточно безопасными, недостаточно качественными, можете обращаться и к своим депутатам, и в телеграм-канал Министерства транспорта, и заместителя председателя правительства Ирины Горбачевой, она продолжает вести свою телеграмму. На самом деле, вот по всем этим каналам связи обязательно пишите, обращайтесь, собственно, мне кажется, власти в этом прежде всего и заинтересованы, чтобы ни один недостаток не остался ни во внимании. Обязательно. Поэтому мы, о чем я и сказал, регулярно, значит, и проводим заседания и в Думе по данным вопросам, и выезжаем, и смотрим, и, значит, получаем обратную связь от Минтранса, Министерства транспорта, о том, что тот или иной объект взял на контроль, то есть на карандаш. И если есть замечания какие-то, они будут устранены. И если есть сложные участки дорог, они также будут ремонтироваться в последующем по этой программе. Вы знаете, когда проанонсировали эту тему, меня зрители требовали, чтобы передать вам предложение. Вот как-то, когда вы рассматриваете качество производства дорог, вот еще учитывать, не ломают ли их потом зимой. Потому что вот наши зрители считают, что когда вот сейчас начинают скрести дороги, и только что отремонтируют, они портят при этом асфальт. А вот кто-то... А вот их не чистить, что ли, получается? Ну, как-нибудь щадящее. Ну, щадящее здесь... Мое дело передать вам. Да, щадящее... Нет, этот вопрос, конечно, принимается, но дороги надо чистить. И у нас порой такая наледь, что ее надо как-то... Но, с другой стороны, дороги должны быть готовы к тем условиям климатическим, которые у нас есть. Вы же не забывайте, что по этим дорогам не только легковые, там, их же грузовые ездят, и в том числе перевозят какие-то сыпучие грузы, и они должны выдерживать соответственно нагрузки. Поэтому при приемке делают определенные выемки, вырезки и смотрят уровень качества асфальта. И он не принимается, если он не соответствует нормативу. То есть, соответственно, и нагрузка, которая дает техника по уборке от снега, она обязательно должна выдерживать. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Зюбер, первый заместитель председателя законодательной думы Хаваровского края. Пожелаем и вам, и всем нашим зрителям хороших дорог в наступающем году.